Наша сегодняшняя лекция называется «Технология сотрудничества». Основные вопросы, которые мы с вами рассмотрим, это что такое технология сотрудничества, как данная технология развивается в разрезе детей дошкольного возраста, как она используется. И также мы рассмотрим некоторые приемы в разрезе организованной учебной деятельности, познания и творчества в восприятий образовательном процессе дошкольной организации. Для начала рассмотрим вопрос, что такое технология сотрудничества. Технология сотрудничества – это идея, совместно развивающая деятельности взрослых и детей, скрепленная взаимопониманием, проникновением в духовный мир у друг друга, совместным анализом хода и результатов этой деятельности. Педагогику сотрудничества надо рассматривать как особого типа проникающую технологию, являющуюся воплощением нового педагогического мышления, источником прогрессивных идей и в той или иной мере входящую во многие современные педагогические технологии, как их часть. То есть мы можем сказать, что технология сотрудничества по своей сущности является неотъемлемой частью любой другой педагогической технологии. Остановимся на принципах и методах педагогики сотрудничества. Это, прежде всего, увлеченность детей яркой, интересной, перспективной совместной деятельностью, определение индивидуальных зон творческого развития коллектива в целом и каждого ребенка в отдельности. Это общие подходы к предстоящей деятельности, поиск вариантов оптимального решения, совместное обсуждение условий предстоящей деятельности и вариантов решения задач, ситуации психологического равноправия воспитателей и ребенка как сотрудников, а не как ведущего и ведомых. Уважительное отношение к разнообразным подходам к проблеме, выдвигаемым в ходе совместного творчества. Обязательно обсуждение каждого мнения, результатов совместной творческой деятельности. Какова же цель использования технологии сотрудничества? Это, прежде всего, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития личности ребенка, реализация его природных потенциалов, приоритет личностных отношений и индивидуальный подход к воспитанникам детского сада. Технология развития сотрудничества дошкольников представляет собой трехэтапное решение усложняющихся задач взаимодействия педагога и детей. Рассмотрим эти этапы более подробно. Итак, первый этап, как вы видите на экране, это этап сосредоточения внимания на обогащение представлений дошкольников о сверстнике, как о партнере по совместной деятельности. То есть на первом этапе необходимо сосредоточить внимание на обогащении представлений дошкольников, о сверстнике, как о партнере по совместной деятельности, в атмосфере укрепления положительных эмоциональных контактов между ними, поддержания желания и интересов в сотрудничестве с ними. Нужно развивать у детей отдельные умения, необходимые для осуществления сотрудничества, совместной деятельности на занятиях. На данном этапе педагогу необходимо направить свои усилия на, прежде всего, создание эмоционального фона взаимодействия детей, проведение с детьми бесед по обогащению, уточнению правил сотрудничества и дружбы, ориентацию на развитие понимания детьми эмоционального состояния партнера, отзывчивость на него, демонстрацию образцов поведения и действий с использованием игровых персонажей, непосредственную включенность педагога в процессе общения и совместных действий в качестве посредника либо партнера. Второй этап – это осмысление предстоящих моделей сотрудничества. То есть совместная индивидуальная модель сотрудничества предполагает, что после принятия общей цели в паре или подгруппе каждый ребенок-участник деятельности будет выполнять свою часть общей работы индивидуально. Эта часть на завершающем этапе станет частью общего итогового результата. Согласование действий участников должно осуществляться в ее начале, на этапе принятия целей, при планировании и в конце, когда нужно суммировать результат. Совместная исследовательская модель сотрудничества предполагает принятие не только общей цели, но и последовательное выполнение действий детьми, когда результат действия, выполненного одним ребенком, становится предметом деятельности другого. Совместно взаимодействующая модель сотрудничества предполагает, с одной стороны, наличие у детей определенного опыта совместной работы, с другой открывает новые возможности в освоении умений планирования, координации, оценки как промежуточного, так и итогового результата. На занятии сначала дети работают в парах или подгруппах, а затем осуществляют взаимодействие между ними для достижения общего результата. Третий этап – это сотрудничество связано с предоставлением детям разнообразного содержания ситуаций для максимального проявления деловых качеств, совместной деятельности и расширения возможности самостоятельности при решении образовательных задач. Технология сотрудничества осуществляется в совместной деятельности с детьми, проявляется как равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство с системой за отношения взрослый ребенок, совместных играх, совместном изготовлении пособий, игрушек, подарков в праздниках, творческой деятельности, в игре, в трудовой деятельности, в досуговой деятельности, либо в развлечениях, индивидуально подгрупповой работе. Рассмотрим приемы до использования технологии сотрудничества в специально-образовательном процессе дошкольной организации Здесь мы видим также несколько этапов, которые реализовываются при применении данной технологии И основываемся на них более подробно Итак, на первом этапе детям предлагается проблемная ситуация, которая побуждает детей к поиску решений не только поставленных проблем Но и способов организации для успешного решения Например, как мы будем работать, как легче и быстро выполнить это задание Для поиска решений задачи педагог организует дискуссию, в процессе которой каждый ребенок может высказаться А вообще, в несколько точек зрения детей воспитатель объединяет и предлагает проверить, кто прав через реальные действия Вот попробуем выполнить и увидим, кто из нас был прав Второй структурный элемент организованной учебной деятельности Это определение формы организации детей и воспитателей с детьми для решения задачи Технология сотрудничества предполагает два вида взаимодействия детей с друг с другом Это прежде всего работа в парах Другая форма сотрудничества с детей – это деятельность в микрогруппах Дети должны понять, что успешность выполнения заданий зависит от планирования совместных действий Коллективного замысла будущего продукта, от работы каждого члена группы Групповая поддержка, возможность действовать заодно с другими детьми Вызывает у детей чувство защищенности, которое облегчает любой шаг Неизведанный даже в такие напряженные ситуации, как выход, к примеру, к доске или ответ с места Третий структурный элемент – это непосредственное выполнение заданий Воспитатель может включиться в деятельность детей в паре с ребенком, в группе или самостоятельно в доске на отдельном материале Четвертый структурный элемент – это организация, конечно же, контроля и оценки Может включаться элемент и самооценки, либо взаимооценки Технология сотрудничества предполагает поэтапное введение средств и способов взаимодействия Также форм контроля и оценки Первый этап начинается со второй половины учебного года с детьми младшего возраста Так, к этому времени дети осваивают определенный объем программного материала по сенсорному воспитанию А также получают первый самостоятельный опыт общения со сверстником в различных ситуациях Прежде всего, конечно, через игровую деятельность На следующем втором этапе с детьми старшего дошкольного возраста продолжается работа по развитию навыков взаимодействия детей в триаде Полученные навыки взаимодействия между собой в определенной деятельности позволяют расширять целевые установки педагога При организации занятий вводить новые элементы технологии сотрудничества Новым вводимым элементом технологии сотрудничества на данном этапе может выступать дискуссия Целью третьего заключительного этапа с детьми, к примеру, шестого-седьмого года жизни является обучение детей Самостоятельному выбору формы организации в организованной учебной деятельности Успешная реализация этой задачи способствует соответствующее содержание Для обладения навыками совместной работы и определения для детей преимущества такой работы Использоваться могут различные дидактические упражнения К примеру, на занятии по формированию элементарных математических представлений Можно использовать такое упражнение, как волшебный ковер самолета Дети могут быть разделены на подгруппы Каждой подгруппе предлагается карточка с изображением модели ковра самолета На которой изображена уменьшенная модель схемы с расположенными геометрическими фигурами Ковер самолет взлетит только тогда, если будет соответствовать схеме Детям предлагается следующее Первый ребенок определяет, какие и сколько фигур необходимо для составления ковра Второй ребенок отчитывает названное количество фигур Третий ребенок располагает их на большом листе Затем предлагается совместно проверить правильность выполнения заданий Подобные дидактические упражнения с карточками, схемами Можно предлагать детям и, конечно же, на других занятиях К примеру, рассмотрим элементы использования технологии сотрудничества В образовательной учебной деятельности В образовательной области творчества Дети старшего дошкольного возраста с удовольствием отзываются на создание совместных работ В результате которых они чувствуют значимость каждого ребенка в создании коллективной работы И понимают, что эта общая работа получилась благодаря усилиям каждого малыша Приемы рекомендуемой технологии сотрудничества помогают детям наглядно увидеть, как можно создать совместную работу По примеру взрослых, ребята начинают использовать новые способы взаимодействия со своим партнером Которые необходимы для создания коллективных работ Самый простой пример, который можно предложить сейчас Это, например, при подготовке к Новому году Можно предложить детям изготовить красивую цепочку из цветной бумаги для украшения группы Если вы спросите, как вы хотите сделать цепочку То большинство детей ответит, что хотят работать в одиночку И обещают выполнить или сделать самую длинную цепочку Тогда нам необходимо предложить Давайте попробуем работать парами Один ребенок будет резать полоски бумаги, другой склеивать их Дети начнут... Вы заметите, что дети начнут рулиться с удовольствием Во время работы они общаются, помогают друг другу, радуются полученному результату Особенно довольны, когда, полюбовавшись на свои изготовленные цепочки Им предлагают соединить их в одну большую Таким образом, с применением технологии сотрудничества Организованная учебная деятельность, к примеру, в области творчества Проходит намного интереснее и ярче Таким образом, в процессе реализации технологии сотрудничества Дети дошкольного возраста обладают необходимыми навыками взаимодействия между собой и с педагогом Навыками само- и взаимоконтроля результатов деятельности Формируется умение отстаивать свое мнение Находить ошибки и исправлять их Развивается умение оценивать свои достижения Используя прогностическую оценку Закладывается основа адекватной самооценки Формируется база учебной деятельности Необходимой детям школьного обучения Что позволит школьникам безболезненно войти в будущую школьную Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова